Всем привет! Сегодня мы немного познакомимся с многопоточностью, то есть это просто вводная, без всяких разъяснений и прочего. Вот, просто взглянем на парочку вещей, то есть одна из них это C++17, то есть C++17 в стандарт, пришли параллельные алгоритмы. Вот, и второе, взглянем на библиотеку, точнее на то, как использовать библиотеку OpenMP. Вот, OpenMP это механизм реализации параллельных вычислений в приложениях с помощью многопоточности. Вот, стандарт OpenMP поддерживает языки Fortran, C и C++. Ну, 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 и как OpenMP можно рассматривать, как надстройку над стандартными POSIX потоками, для организации потоков. Вот, технология OpenMP нацелена на то, чтобы пользователь имел один вариант программы для параллельного и последовательного вычисления. Разработку спецификации OpenMP ведут несколько крупных производителей, вычислительной техники и программного обеспечения, чья работа регулируется некоммерческой организацией, которая как раз и называется OpenMP. Первая версия вот этого OpenMP появилась в 1997 году. Вот, ну, и всю, как бы, информацию, если вы не дождетесь моих видео по этой теме, то есть по этой теме что-то какие-то видео по-любому будут. С разбором, ну, например, директив OpenMP, может быть, какие-то примерчики реальные, вот. Может быть. Так как для меня OpenMP это, можно сказать, как и для вас, ну, не то что новое, но чтобы я прям с ним глубоко работал или вообще как-то на коммерческом уровне, то нет. Так вот, чуть-чуть познакомился когда-то и все. Так вот, сайт, вот-вот он такой, openmp.org. Это вот там можно найти всякие примеры, документацию и прочее. Вот. Но перед тем, как конечен уже пытаться сделать что-то серьезное, нужно понимать, что такое многопоточность. Потому что, ну, многопоточность еще можно более-менее понять, не вчитываясь, да, но там куча подводных камней, и одни из которых это доступ к общим ресурсам, так как у нас может быть один и тот же ресурс, ну, к примеру, какой-то массив, который мы сортируем. И к нему могут доступаться сразу два, а, возможно, и три потока сразу уже в один момент. Вот. И там могут происходить всякие неприятности, особенно при записи. При чтении еще одно дело, вот при записи, особенно если там большие данные, то есть не подтипы, а уже какие-то объекты, то там куча может быть проблем. И здесь нужно почитать, что такое гонка за ресурсами, ну, и вообще общие принципы многопоточного программирования. Вот. Но давайте просто взглянем на три примерчика. Первый пример это у нас из CPP17. Так как там появились параллельные алгоритмы, то я решил уже сразу же показать. Но, поэтому будет отдельное видео в соответствующем теме, да, там возможности C++17. Здесь же просто для сравнения, для сравнения. У меня сколько тут? Тысяча на тысячу и на сто. Сто миллионов получается этих массив. Размерностью сто миллионов. Вот. И там вещественные числа. И, 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 и просто происходит сортировка стандартными средствами. Вот. Сорт. И перед сортировкой я меряю скорость и после сортировки и вывожу. Вот. И теперь давайте запустим и просто посмотрим. То есть по этому будет отдельное видео. Это просто так в качестве примера. Давайте запускаю. Смотрим на менеджер задач и посмотрим, что будет происходить. Сколько времени пройдет. И т.д. и т.п. Итак. У нас понеслась. Пошла сортировка. Это стандартные средства. Как мы видим, у нас один поток загрузился. Вот он, зеленая линия. И понеслось. Вот он работает. Пыхтит, пыхтит, пыхтит. Что-то тут передышка, видимо, было. Перекуривал. И погнал дальше пыхтеть. Раз. Смотрите. Второй поток пошел. То есть управление пошло второму потоку. Потом опять этому зелененькому. Потом опять красному. Но это уже операционная система, видимо, перекидывает эти задачи. В общем, тут каша. Каша, каша. И вот мы получили сортированный массив. Получилось 32 секунды. Ну, вот у меня, да. Но давайте запустим этот параллельный алгоритм. То есть для того, чтобы работать с параллельными алгоритмами в C++17, нужно подключить вот такой заголовочный файл. Include, Parallel и Алгоритм. Там помимо алгоритмов есть что-то еще. Ну, не знаю. В принципе, алгоритмы там только есть. Поэтому только они добавились. Вот. И, соответственно, здесь вот через такое, так сказать, пространство имен. Гну параллел. И вызываем тот же сорт. Ну, откроем наш, наш монитор ресурсов. Запускаем. И смотрим, что тут. Там 32 секунды было. Смотрим здесь. Здесь у нас стартанули все четыре ядра. Вот. И все они загружены. И результат 11 секунд. Ну, в три раза, можно сказать, быстрее. Но это в дебаг версии, да. Если мы запустим релиз. Давайте еще в релизе быстренько запустим. А в дебаг версии это 11 секунд. Вот было. И посмотрим релиз. Где ты, где ты, где ты. Вот он. Ну, в релизе вообще 1,8 секунды. Ну, я думаю, вы все знаете, что дебаг версии на порядок медленнее. Ну, и давайте запустим стандартную, немногопоточную сортировку. Там было 30 секунд, 32 секунды, да. Сейчас посмотрим, что будет в релизе. Так вот. Самое интересное. Ну, как, это не самое интересное. А, вот оно вывелось. 2 секунды. 2,8 секунды. Ну, разница не такая уж и большая, конечно же. Вот. 1,8 и 2. То есть, в дебаге разница существенная. Ну, давайте миллиард, что ли, сделаем для релиза. Ага, уже все. Не хватило памяти, походу. Ну, да ладно. Вот. Вот таким вот способом можно использовать параллельные алгоритмы. То есть, включаем, подключаем заголовочный файл. GNU Parallel. Там сорт. Помимо сорта, там есть еще алгоритмы. Ну, о них это в других видео. То есть, это у нас просто знакомство. Теперь, давайте посмотрим на наш OpenMP. Пример первый. То есть, OpenMP, как я уже сказал, да, это некий такой стандарт. Вот. И там вся фишка, все управление осуществляется директивами. То есть, Pragma, OMP. И дальше мы указываем, что там. Это много разных директив. Сегодня мы разбирать их не будем. Ну, в данном случае, вот этот пример. Pragma, OMP, Parallel. В данном случае, вот этот блок, вот этот вот блок, который, ну, фигурные скобочки, то, что внутри фигурных скобочек, будет распараллелено. То есть, здесь мы можем запустить какой-то цикл бесконечный. Соответственно, после выполнения это все автоматически распределится между потоками. То есть, по обыкновению, по обыкновению, по самым стандартным настройкам, создастся 8, 8, сколько у меня тут их создается? Давайте запустим сначала. Вот. А, все правильно. 4 потока. Да, у меня 4 ядра, соответственно, создаются 4 потока. Если у вас там 8 ядер, или у вас новомодный процессор экономка Intel Xeon, вот. То там, по идее, 18 будет, или даже 36 потоков. Так вот, у меня здесь 4 ядра, и здесь я не указывал. То есть, можно указать, сколько потоков создавать. Вот. Но в данном случае, вот этот блок параллельно запустится в каждом потоке. В данном случае будет 4. Вот. И когда я запускаю, что мы можем увидеть? Вот. Я вывожу номер потока 0, 1, 2, 3. И каждый поток параллельно выполнил эту задачу. Вот. Вот. Давайте запустим еще раз. Ну, как мы видим, тут какая-то кашица. Почему так произошло? Потому что 2 потока одновременно начали выводить в стандартную консоль. Да. И в результате Enter у нас аж вот здесь получился. А вот тут эти две записи слились. Но это одна из тех проблем, когда мы не синхронизируем или не блокируем общий ресурс. В данном случае у нас общий ресурс, вот он, Cout. Вот. Поэтому такое произошло. То есть, это и хорошо, что это сейчас произошло. Вы его очень увидели, да, это. Вот. Так, и давайте пример второй посмотрим. То есть, вот таким образом мы можем запустить. Это понятно. Ну, а второй пример, второй пример, это у нас, когда мы запускаем цикл. В этом случае, опять-таки, мы включаем параллелизм. Вот здесь можно указать количество потоков. Ну, давайте укажем сейчас один и просто запустим. Запустим один поток. И вот я цикл 10 итераций и поток номер 0. То есть, самый первый поток выполнил 10 итераций. Вот. Ну, давайте не будем указать. По умолчанию это будет 4 потока. Так вот. А вот это прагма OPM4. Для чего она нужна? В этом случае мы распараллеливаем наш цикл. И как написано в документации, вот, каждый поток возьмет себе, начнет как бы со своего индекса. То есть, в этом случае гарантируется, что каждый поток обработает, ну, начнет со своего индекса. То есть, каждый поток, гарантируется то, что два потока не будут работать с одним и тем же индексом. Ну, как минимум, к примеру, у нас может быть 8 каких-то задач, вообще независимых. И вот здесь мы, и эти задачи могут быть описаны каким-то массивом, да. В массиве могут быть указаны их, не там, ну, номера задачи или еще что-нибудь. Вот. То, к примеру, в этом цикле мы можем пройтись, сделать, описать это все вот с помощью вот таких вот директив, структур. И каждый поток запустит и выполнит конкретную задачу. Ну, давайте посмотрим на этом примере. То есть, это мы в любом, всегда вот так вот надо включать параллелизм. Вот. И блок, в котором мы предполагаем будут выполняться параллельные какие-то задачи. И вот цикл. И в этом случае у нас каждый поток возьмет себе конкретный индекс. Вот. Ну, что мы здесь видим? Мы видим предыдущий, как и в предыдущем примере мы увидели, гонка произошла за ресурсами. И доступ к одному и тому же ресурсу одновременно произошел. Давайте еще раз запустим. Может быть что-то... О, вот это самый лучший результат. Теперь смотрим. Поток 1, 1. Индекс 4, 5 взял. Дальше. Поток 0, 0, 0. Индекс 0, 1, 2. Дальше. Поток 2, индексы 6, 7. Ну и вот здесь, скорее всего, поток 1 и поток 3. Вот. И 3, и поток 1, наверное, взял тройку, а поток 3... Ну, короче. Короче, короче, вот такая штука. Ну, как вы видите, у нас нету такого потока, двух таких потоков, у которых бы номера индексов совпадали. То есть здесь произошло распараллеливание задач. Вот. Что довольно-таки тоже неплохо, да. Если мы можем распараллелить задачи, и они выполнятся гораздо быстрее. Вот. Но, опять-таки, всегда нужно быть аккуратным. Потому что, ну, как бы для... Есть директивы специальные для того, чтобы блокировать какой-то общий ресурс, чтобы одновременно не было доступа к этому ресурсу. Либо указывать, что какая-то переменная тоже, она общая. И тогда происходит блокировка и т.д. и т.п. Но об этом все в следующих видео по этой теме. И также OpenMP. Для того, чтобы... Ну, в данном случае у меня Ubuntu. И вот Qt, да. Я использую, вы уже знаете. Так вот. Для того, чтобы ваш проект собрался, то нужно подключить библиотеку fopenmp и включить вот такой флажочек в настройках проекта. В Ubuntu я, вот он, с помощью синаптика, по-моему, устанавливал этот OpenMP. И вот здесь, ну, 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 я думаю, libopenmp. Если вы вот такое что-то в синаптике напишите, то... Del. Кстати, что Del не стоит, а у меня доступно. Но у меня здесь дело в том, что очень много всего стоит. Поэтому, возможно, оно где-то еще какие-то зависимости. Ну, я на всякий случай еще установлю. Или это не то, наверное. Это, наверное, не то. А, нет. МПИ. Окей. Ладно. Так вот. Вам нужно дополнительно установить библиотеку fopenmp. Вот. И в своем проектике включить поддержку. Слинковать эту библиотеку и передать флажочек, да, компилятору, что вы используете параллельное. Библиотеку для параллелизма. Вот. Ну, я думаю, может быть, я кому-то уже в чем-то помог. И вы уже сможете стартануть и попробовать уже экспериментировать со своими первыми какими-то программками. Вот. По параллельным вычислениям. Ну, попробуйте, не знаю, там сортировку написать. Сортировку слиянием, к примеру. То есть сортировка слиянием, по идее, очень неплохо подойдет как раз для, ну, вот для вот этих экспериментов. Вот. Ну, думаю, все. Не буду больше отнимать у вас внимания. И так уже 16 минут говорим ни о чем. Поэтому видео обязательно будут, но не обещаю, что быстро. Потому что с этим мне тоже надо разбираться. Поэтому всем спасибо за внимание. Комментируем, делимся, подписываемся, что самое главное. Ну, ставим лайк и все такое. Всем спасибо за внимание. Всем пока.